К нам подключается директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, собственно, с вчерашней новости о том, что Пригожина похоронили в режиме строжайшей секретности. Почему? Хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Я думаю, что потому, чтобы не ставить в неловкое положение, ну, собственно, людей, близких и болеющих за Пригожина, поскольку никаких официальных лиц на похоронах не предвиделось. И это, так сказать, не очень, не очень для него, поэтому, если бы, ну, для его памяти, я бы сказала так. Поэтому я думаю, что была такая повышенная и мистификация, и такой покров тайны, и еще пять кладбищ, где шли приготовления. Ну, то есть такая вот обычная пригожинская свойственная ему живого мистификация перешла и на его смерть. И то, что не было никаких почетных караулов, салютов, воинских почестей, гораздо проще объяснить желанием родных проститься с ним тихо, чем нежелание это все выделять, как положено герою России. То есть фактически с него посмертно было снято это звание. Ну, даже его соратника, некого Чекалова, который был абсолютно немедийным человеком, тоже хранили в такой строгой секретности, беспрецедентные меры безопасности. Людей из кладбища буквально выгоняли, чтобы, не дай бог, они там ничего не смогли снять на телефон или что-то усмотреть. Почему? Все та же мистификация, все то же отсутствие официальной реакции, ну и нежелание, нежелание такое неловкое подогревать интерес к этому событию. Хотя, разумеется, если бы пустили бы всех, было бы огромное сопотворение и непонятно, что здесь, то есть непонятно для властей, что здесь было бы новостью. Огромное количество людей, которые желают проститься с Пригожиным и Пригожинцами или же желание властей, наоборот, ограничить доступ к этим родным могилам, дорогим могилам. А вот то, что Путин не придет на похороны Пригожина, как думаете, это было ожидаемо? Но все же мятеж Пригожинский, он же, во всяком случае, так, как сам Пригожин заявлял, был направлен не против Путина, а против Шойгу и Герасимова. Нет, ну, конечно, Путина не ожидалось, поскольку именно Путин сказал слово «предатель», а к предателю на похороны не ходят. Конечно, нет. Ну, а как вы думаете, могла ли быть это вот вся эта без всяких почестей, такая таинственная, секретная, по-тихому церемония, не такая, как должен был бы, наверное, получить церемонию герой России? Могла ли это быть тоже частью такой мести Путина Пригожину за унижение, которое он от него получил, когда готовился этот мятеж и когда совершалась его попытка? Ну да, собственно, отсутствие воинских почестей, я думала, что это было распоряжение власти, а раз отсутствие воинских почестей, то есть снятие фактически звания героя, это, конечно же, месть. То есть сейчас, после смерти, Путин пытается еще и Пригожина, так сказать, дисквалифицировать. Вряд ли у него это получится, поскольку в России особенное отношение к мертвым. Мы уже видели с вами иконы с Пригожиным, но это как раз типичная вещь. Совсем недавно мы с вами видели иконы с Кириллом Стримаусом, а до Кирилла Стримаусова были иконы из Захарченко, а до этого были иконы из Моторола, я помню. И это все такое вот типичное-типичное. Это либо пройдет, либо нет. И, собственно, власти делают все для того, чтобы подчеркнуть, что никакие не герои, что обычные совершенно люди, наебники. Имейте в виду, кто поддерживает власть, тот не должен поддерживать вот этот вот могильный ажиотаж. Но, вы знаете, это как, собственно, Пригожин продолжил свой мятеж и после смерти. Никто не вышел заступаться за Путина во время мятежа, и сейчас никто не собирается из людей, поддерживающих Пригожина, да и просто любопытствующих, никто не собирается иметь в виду, что Путин больше не считает Пригожина и Уткина героями. Вот, собственно, и все. Да, такая бесславная, ужасная жизнь. И была бы бессмысленной, если бы этот человек не натворил кучу беды, кучу горя не принес в семьи украинцев. А до этого и в сирийские семьи, и в африканские семьи, в том числе. Ну, и похоронен, как и водится, как собака, и туда ему и дорога. Как вы думаете, наемников из ЧВК, какая судьба ждет? Судьба ждет незавидная. Мы уже с вами видели, буквально через пару дней после подтверждения гибели Пригожина, мы уже видели с вами разорение кладбища вагнеровцев под Самарой. И такие вещи сейчас будут происходить повсеместно. Вы знаете, сразу же после получения известий о крушении самолета и еще неподтвержденной гибели Пригожина, я видела в тюремных чатах вагнеровцев переписку женщин, которая была такая перекличка, сколько кому кто денег остался должен. Речь шла о суммах в размере 50-100 тысяч рублей, кто у кого-то чуть побольше. То есть это какие-то недовыплаченные компенсации. И тут же, в тот же день, это был еще четверг, когда поступило сведение первое, собственно, о крушении самолета, тут же все решили, что никаких выплат не будет. И я думаю, что, смотрите, ведь очень сложная вещь, то, что вот вагнеровцы из числа заключенных вообще оказались в России на свободе. Никто не предполагал, что это случится. Почему? Потому что, когда Пригожин начал набирать заключенных в Вагнер, предполагалось, что он будет воевать, воевать и воевать на украинском фронте столько, сколько потребуется. И все они так или иначе полягут. Ну, они будут помилованы, но они не уйдут домой. Ведь они ушли домой. Ну и почему? Потому что Вагнер ушел с фронта. И а куда их девать? И, естественно, распустили заключенных по домам. С подписанными контрактами дальше служить, но куда? На фронт их уже не возьмешь. И у Министерства обороны не было тогда таких планов. И это была довольно такая ситуация растерянная. И он выпустил больше 20 тысяч человек в Россию, да, действительно совершать преступления. Потому что это люди, которые очень хорошо знают запах крови и любят его. Это люди без реабилитации, без ресоциализации, без психологической помощи. И абсолютно полностью расслабленные и отпущенные законом. Потому что закон у них забрал все судимости. Они теперь с чистого листа. И они прекрасно поняли алгоритм, как можно дальше совершать преступления и за них не отвечать. То есть снова записываться, например, в армию и идти убивать украинцев. И тогда за это ничего не будет. Что, собственно, и происходит. Вот это не было предусмотрено. Потому что сейчас Минобороны, несмотря на то, что обещают помилование, кстати, пока никого не помиловали из набранных в Министерство обороны, все равно не отпускают заключенных после полугодового срока, потому что контракты подписываются минимум на полтора года. То есть вот этот вот приход огромной волны совершенно озверейших головорезов в России, так сказать, такой был эксцесс исполнителя. И полностью он тоже лежит, конечно, на совести Пригожина. Этих людей будут постепенно убирать из жизни россиян, потому что они никогда не строятся, естественно. Никогда не строятся по очень многим причинам в нормальную жизнь, для нормальной жизни. В общем, трудно назвать то, что их окружает. Их будет постепенно всех забирать. У них всегда был с собой телефон, где в том числе был номер. То есть там было ровно два номера. Один номер для вызова их снова на войну, и второй номер для того, чтобы они вызывали себе юриста, когда они попадают в передряги. Недаром же мы с вами до сих пор слышали только об очень тяжелых преступлениях, совершенных вагнеровцами. Это, да, изнасилование малолетних, как вы только что сказали, и убийства, особенно массовые убийства. А ведь в России треть заключенных – это наркоманы. И еще одна довольно значительная часть – это разбойники, грабители, просто, собственно, люди, которые привыкли воровать. И таких преступлений почему-то они не совершают, вернувшись из зоны и с войны домой, или куда они там еще возвращались. Ну как же так? Такого же не может быть, чтобы они все такие были лапочки и занимались исключительно убийствами и изнасилованиями. А вот чуть помельче, конечно, нет. Конечно, да. Конечно, да. Просто когда есть возможность скрыть преступление путем вызова юриста, который приедет на место или просто по телефону объяснит полиции или следователю, что это вы специально подкинули наркотики, чтобы очернить и дискредитировать героя специальной военной операции, и вам за это скорее положен срок, а не им, потому что есть закон о дискредитации участников специальной военной операции, а то никто не связывался и не возбуждал уголовные дела, не убирал их в тюрьму. Сейчас таких юристов не будет. Все. Сейчас их с большим удовольствием снова упакуют и отправят в тюрьму. А вот что там будет дальше, я думаю, они очень скоро снова окажутся на фронте. Ольга, учитывая деятельность вашего фонда, учитывая ваши отношения к ЧВК «Вагнер», учитывая, что Пригожин вам отправлял, ну, видимо, по его мнению, остроумные письма, вам как главе фонда «Русь сидящая», учитывая, что любой человек, который выступает публично и громко против наемничества и конкретно против деятельности ЧВК «Вагнер», так и иначе подвергается опасности. Что вы почувствовали, когда узнали, о чем вы подумали, когда вы узнали о том, что Пригожин погиб? Вы знаете, это было очень странное чувство. Ну, конечно, здесь, наверное, «Собаки, собачья смерть», оно пришло последним в очереди, но все-таки первым в очереди было другое, что до какой же степени нужно быть самоуверенным паханом, чтобы сбивать гражданский самолет, уничтожить гражданский самолет, в общем, в небе, на Тверской области, в центре России. И ведь ни на кого это не свалишь никогда. Когда Путин казнил Пригожина, потому что так решил, потому что так хотел. И совершенно понятно, что это сигнал, в принципе, всем, сигнал, прежде всего, и путинской элите, что так будет с каждым, с любым головорезом, который можно сколько угодно отличаться при штурме Бахмута или чего бы то ни было еще, но все равно при любой попытке огорчить Владимира Путина, Путину будет все равно, сколько вокруг гражданских лиц, сколько вокруг бортпроводниц, сколько вокруг детей, сколько под самолетом дачных участков, все равно, все равно он будет стрелять. Он будет стрелять. И именно Пригожин, именно Пригожин в том числе непосредственно причастен, и он участник с начала 90-х годов строительства вот этой чудовищной модерской башни, которая, собственно, его же и похоронила. Это хорошо бы, если бы стало это хоть для кого-то уроком, но кажется, уже не для кого. Спасибо вам большое за этот разговор. Ольга, директор фонда «Руссидящая», Ольга Романова была с нами. Мы с ней говорили о том, как в режиме чрезвычайной секретности вчера похоронили главаря наемников из Вагнера, Евгения Пригожина, и о том, что ждет этих наемников. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова